Катубиас китайцы, вам как всегда вещает Монфишер, а вы на канале The Lost Holotapes, где мы разбираем в подробностях историю пустоши Фоллаута. Сегодня мы заканчиваем изучать историю столичной пустоши, разбирая сюжет на дополнение Broken Steel, а также эпилог, являющийся связующим этапом истории перед началом событий Фоллаут. Пока Скиталец и Сара отлеживались, Братство послало Либерти Прайм для уничтожения базы Рейвенрок. После победы над Анклавом в битве за Мемориал уничтожения их лидеров и главного координационного центра, а также наладив систему очистки воды в реке Потамак, Братство по сути покорило регион, получив колоссальнейшую поддержку местного населения. Но вместо жесткой монополии и контроля власти с помощью дефицитного ресурса, они по приказу Лайонца предоставляют всем воду бесплатно и своими силами организуют доставку. Впрочем, с этим были сложности, ибо нужны ресурсы и деньги на проведение операций, в том числе нужно платить караванщикам, а потому писарь, ответственный за логистику караванов с водой, ее продавал, чтобы как-то содержать сие мероприятие. Руку помощи Братству в обмен на часть захваченных технологий Анклава протянул Ревит-Сити, выделив для сопровождения караванов через своих солдат, чем, конечно, поставил под угрозу свою собственную безопасность. Доставка чистой воды Аквапура осуществлялась практически во все поселения в регионе. Так караваны добрались до Кантербурри, Ревит-Сити, радиостанции Галактика, Цитадель. Но многие караваны оказывались под ударом различных негодеев. Так караваны, идущие в поселение Андейл, Тенпани, Робоблику, Бигтаун и Дукову, к сожалению, погибли. Возможно, в Андейле семьи каннибалов вместе с водой приняли за доставку еды ее сопровождающих. Караван, который шел в Бигтаун, был уничтожен супермутантами. Из группы караванщика и двух сопровождающих членов Братства выжил только новобранец. Караван, идущий в Тенпани, был уничтожен возле Эвергрин Миллс, вероятен всего, рейдерами Мадам. Все эти атаки оборачивались катастрофическими жертвами и для Ревит-Сити, теряющим своих солдат, что снижало оборонительную способность поселения. Вода, которая была доставлена в Мегатону, попала не в те руки. В недалеко стоящем Спрингвейле образуется культ отступников детей Атома, апостола Вечного Света, в Монастыре Священного Света, предоставляющего из себя подвал дома. Они, притворившись администрацией города на входе, забрали всю посылку воды, предназначенную Мегатоней, и начали ее облучать, чтобы распространить святую радиацию. Они верят, что гулификация – это следующая ступень развития человека, и что ее нужно принять как божий дар. С успешным запуском очистителя проект очищения был закрыт. Доктор Ли, ведущий ученый после героически погибшего Джеймса, принимает решение уехать в Сотружество и присоединиться к институту. Сколько новых изобретений и открытий ее ждет с ними. Несколько гулей после конфликта в подземелье покинули поселение и стали решать, отправиться ли им к Рою Филлипсу или основать свое собственное новое поселение. Они выбирают второй вариант и приходят в канализации города Олни. К несчастью для них, они не обратили внимания на то, что город был наполнен когтями смерти. Не успело поселение создаться, но почти сразу погибло, стоило когтям учуять новых соседей. Скиталец просыпается через две недели после запуска очистной. За это время появилась новая банда – рейдеры Сплитджека, атакующие караваны с водой. С ними приходится разбираться о хране Ревинсити и скиталецу, которые находят банду на причале выше по течению. С бандой расправляются. Братство Стали тем временем пыталось разобраться с другими негодяями – рейдеровшими караваны, компанией Кокоть. Более того, они захватили в заложники одного из рыцарей Братства и держали его в форте Баннистер. Братство планирует успешно реализовать нападение на базу Кокти и уничтожает ее вместе с текущим руководством. Но компания, тем не менее, не гибнет. Подземелья свои страсти. Один предприниматель, Грифон, перехватывает всю партию аквапуры и с помощью своих поддельников, базировавшихся в здании управления музеями, подменяет ее фейковой аквакурой, которая, по его заверению, согласно научным исследованиям, могла исцелить проблемы с кожей, избавить от головных болей, повысить потенцию и так далее. Настоящую аквапур Грифон продает рейдерам и прочим жителям пустоши, которым Братство никогда бы не отправило караван. Аквакура была, по сути, обычной радиоактивной водой. Благодаря расследованию скитальца, толпа гулей узнает о том, что они покупали пустышку и линчует мошенника. Война Братства с Анклавом продолжается. Анклав все еще представляет большую опасность, ими несколько баз помимо Ревенрокка и полевые лагеря. Так Братство атакует лагерь Западного Олни, чтобы получить технологии контроля когти и смерти, которые Анклав там тестировал, а также лагерь Ро, чтобы заполучить специальный девайс, который не позволял турелям Анклава стрелять по его носителю. Братство прознает про базу спутниковой станции и, используя Либерти Прайм, отправляется ее уничтожать. Двигаясь к базе, Братство уничтожает аванпост Анклава в тоннеле Рокланд, превращая его в свой аванпост для организации наступления на станцию. Во время битвы непосредственно за саму станцию Анклав достает козырь и применяет спутниковое оружие, уничтожая Либерти Прайм вместе с проигрывающей осаду станции. Братство потеряло единственное то, что обеспечило им военное превосходство в регионе. У них не осталось ни робота, ни достаточного количества людей после всех этих битв. После битвы они покидают лагерь Рокланд за ненадобностью. Но впереди их ждала последняя битва, битва за базу Адамс, с которой Анклав управлял лучом смерти. Согласно терминалу Геркулеса, системы управления лучом, Анклав собирался уничтожить и Цитадель, в постоянной битве Братство удается удержать верх, уничтожив Ползун, прежде чем опальный Анклав испепелит регион. Вместе с Ползуном гибнут последний солдат Анклава, спецотряд Сигма. Анклав в регионе уничтожен. Братство Стали празднует победу и переоснащает базу Адамс, на которой начинают строительство Придвена, державли, на котором через 10 лет отправятся покорять пустошь Содружеством. Разумеется, с уничтожения базы Адамс все полевые лагеря и аванпосты Анклава гибнут, или забрасываются. Овин Лайонс осуществил свою главную миссию, спас обитателей пустоши от супермутантов и Анклава и даровал всем чистую воду. Он мог отправиться на покой со спокойной душой. Он умирает. Лидерство фракции унаследует его дочь, Сара Лайонс, но она не могла сидеть в штабе и отдавать приказы, будучи главным воином Ордена. Битвы звали ее, а потому ее правление было недолгим. Она гибнет в битве с рейдерами. С ее смертью расформировается и Прайд Лайонса. С этого момента в фракции наступает смута, ибо не было синого авторитетного лидера среди оставшихся членов братства. Власть в течение пяти лет перетекала из рук в руки. После 2278 года Сиера Петровита, самый главный фанат ядерколы и один из двух жителей Гердершейд, покидает поселение, чтобы отправиться в содружество. Поселение с одним человеком – это не поселение, так что условно Гердершейд гибнет. Три Догнайт исчезает, а полуразбитое братство оставляет свою базу новости галактики, аванпост мемориала Вашингтона и лагерь на Пенсильвании Авеню из-за ненадобности и малочисленности фракции. Полевые лагеря компании Коготь запрасываются вместе с аванпостом в спутниковой вышке, который использовался ученым, временно нанявшим компанию для защиты. Сложно предположить, что будет с бандой Брайана Брикса, ведь даже если он найдет рецепт идеального карта-крыса, за счет выручки он может развить свою группировку и устроить маркет, как это сделал Эвергрин Миллс. Предпосылок забрасывать станцию из Сенека у Гулии Нарковаров тоже особо нет. Мелкие полевые лагеря рейдеров будут заброшены. Не буду долго нудить, почему именно эти лагеря были заброшены. Немножко оттяну время, чтобы была возможность посмотреть на иконочки на карте и двигаемся дальше. Согласно Fallout 4 Creations Club, здание радиостанции не остается навеки пустующим. В регионе образуется компания наемников и виджиланты Хорошая Драка, воодушевленная спичами Тридог Найта, пока он был в эфире. Лидер группы Фил Гудман стал лидером и хостом радиостанции. Группа принимала в свои ряды и людей, и гулий-суперматантов. Были прямо настоящим братством. Весь последующий лор основан на Fallout 4. В 2279 году, в возрасте 12 лет, Артур Максон застрелил рейдеров на тренировочном патруле, спася свой отряд сопровождения. Через год, в возрасте 13 лет, Артур Максон в одиночку убил когтя смерти, хоть и получил критические ранения, включая разрезанное лицо. В возрасте 16 лет, из Литта Лэмплайт изгоняется Роберт Макрилли, который стал наемником и женился на девушке, и вместе они родили сына. Но его жена погибла от диких гулей, а сын заболел неизвестной болезнью, которая провоцировала рост синих волдарей на его теле, сопровождаемых лихорадкой. Роберт отправился в Содружество искать лекарства. Еще через год, супермутанты больше не могли производить еще больше себе подобных, а потому супермутант Шепард пытался реорганизовать оставшихся мутантов в Пустоши, чтобы вновь угрожать региону. Его планы нарушил Максон, который в свои 15 лет его убил. На этом событии можно считать, что супермутанты в регионе были окончательно уничтожены. После победы над ними с Артуром связался Лос-Хиллз и предложил стать лидером Восточного блока. В следующем же году, 83-м лидером Братства Стали на Востоке становится 16-летний Артур Максон. Он возвращает фракцию в оригинальную стезю, переключая всю политику на сбор технологий и отказ в помощи местному населению. Он присоединяет к себе обратно изгнанников. Ордер Лайонса канул в лету, Братство Стали вновь стало восточным отделением. В течение трех лет Братство, вернувшись к своей изначальной идеологии по лидерствам Артура, покорило пустошь. Насторойный дирижабль Бридвенс стал самым грозным молотом, которым можно было решать любые вопросы силы. На западе в Лос-Хиллз среди членов Братства возник религиозный культ Максона, хотя его последователи преследовали. Нечего тут подтачивать авторитет Верховного Старейшина головной организации. Сам Артур Максон бесится с того, что его обожествляют. Ему больше импонирует мысль о том, что он идеальный экземпляр человека, который с помощью технологии может покорить любую вершину и расправиться с любым монстром. Довольно интересную реплику будет выдавать паладин Дэнс в пустоши Содружества в 87-м году, призывая помнить цитадель. Наиболее вероятной интерпретацией этой фразы может быть то, что цитадель Братства между 83-м и 87-м годами была уничтожена в результате какого-то неопределенного события. В 86-м году закончено строительство Придвана. Артур планирует масштабную экспедицию на север в Содружество, чтобы уничтожить институт производителей синтов. Братство считало их деятельность ересью и нарушением законов природы. Когда Братство отправило Содружество, все еще действующая в регионе компания Коготь захватила несколько вертокрылов. С их помощью они захватили радиостанцию Галактику, напав и перебив базирующихся на тот момент часть фракции Хорошая Драка. Подоспевшие на подмогу оперативники перебили захватчиков, но их после этой хорошей драки осталось так мало, что они решили оставить фракцию в прошлом и переселиться в Содружество. В 2297 году Хардин Симс становится мэром Мегатонны, все еще видняя скитальца в смерти своего отца 20 лет назад, а Мойра все еще продолжает издавать книги, которые распространились повсеместно и которые можно найти даже в пустоши Мохаве. На этом мы заканчиваем путешествие в столичную пустошь из Fallout 3. Вполне возможно, мы ее посетим еще раз в будущем, когда будем смотреть немногочисленные фанатские сюжетные моды, которые были созданы до эры Fallout New Vegas. В следующий же раз мы отправимся вновь в Апалачи, а из нее с пересадкой в экспедицию в Пит, образца начала 22 века, с грядущим крупным сюжетным обновлением Fallout 76. А на сегодня все, не давайте своим детям в 13 лет драться с когтями смерти и увидимся в пустошах, скитальцы. Конец голозаписи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин